Смотрите, какая прическа. Третий раз уже прохожу мимо этих картин. Очень хочу вам их показать. Обратите внимание на их реально глубокий смысл. Смотрите, какая прическа. 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 Смотрите, какая прическа Po zu precisa. Смотрите, какая прическа. Смотрите, нужно съел. когда горячая. Блин, оно такое горячее реально. Ребят, ну, лепешки с кокосом и с мукой. Они хотя бы за счет этого очень вкусные. Ну, блин, кокос, он сам же по себе очень вкусный. Набирают просто, короче, отрезают так, чуть-чуть. И вот эти штуки. Вот, макают, набирают, как-то вот так набирают. Ну, так вот, так вот. И потом макают. Ну, я попробую, потому что, если оно реально спать, то мне спать не нравится. Я сейчас не знаю про жеватель или вы думаете. Это до меня дошло, ребята. Это один в один, как чапати, только с кокосовой мукой. То есть, все то же самое. Какие-то добавки и потом ты отрываешь, макаешь и ешь. Ну, блин, с кокосовым мукой гораздо вкуснее. Утро. Хозяйка с утра мне принесла какую-то зеленую жижу, ребята. И она говорит, давай пей. Это хорошо для волос, для лица, для кожи, для... Для тела. Короче, херня какая-то. Во-первых, это полностью на каких-то отравах. И оно имеет запах, вот, запах реально травы. И на вкус фигня фигнёй. Ну, с примесью какого-то. Короче, мне не понравилось. Всё, я не могу. Я всё не могу. Хотя девчонки говорят, о, да, это вкусно. Нет, это не вкусно. Мы договорились, что я здесь буду у них две недели. И я не плачу. Я здесь остановилась бесплатно, так как, ну, плюс-минус это друзья. И они не хотят брать деньги. Я предложила, что давайте я буду платить деньги за еду. Потому что меня реально кормят утром, днём и вечером. И это, ну, я понимаю, что это какие-то расходы определённые. Вот. На что они согласились, что деньги брать не хотят. Вот. И у меня сегодня завтрак. Я не помню уже, как называется. Здесь кокос, перец чили, лук репчатый, просто порезанный мелко. И всё это просто перемешано. И подаётся это вот с хлебом, с ротти или с чапати. Короче, я попробовала, ребята, это огненную смесь. Ну, знаете, вот такой очень полезный завтрак. А, и соли. Тут очень много солёного в этом солёная. Вот, кстати, они много кушают солёного, что я, чтобы я не покушала, я потом всё время хочу пить. Но, жаловаться не на что, зато у меня прекрасный стул. Я надеюсь, вы понимаете, о чём говорю. Я говорю не о стуле, на котором я сижу, а о стуле, который в туалете. Вот. Кажи, иногда хорошо приехать в чудо-деревню, где тебя вообще никто не знает. И не выпендриваться. Одеваться так, как тебе удобно. Не делать макияж, не носить прически. Мы приехали в Хикадулу смотреть «Черепах». Смотреть «Черепах» это абсолютно бесплатно. Если вам будут говорить в Аттезимане, не верьте. Мы находимся, я оставлю точку вот в этом отеле. Не знаю, как он называется, но вход на пляж не через отель, потому что там вас могут не пустить, а просто вокруг отеля обойти и зайти с другой стороны. Очень красивое место. Вот именно то место, где люди смотрят «Черепах». Заходят, купаются с ними. Блин, а я оделась так, что я не зайду. Ну, что-то сейчас придумаем. Вот, смотрите, какие они. Черепаху прикормили. Чтобы она на береге прикормила. Какой меня большой черепах. Вам нужен купальник? Обязательно, потому что реально нужно выходить до какого года. И здесь на пляже местные мужчины предлагают свою помощь, если вы без купальника. У них есть пакет с водорослями, и они приманикают водорослями черепаху к берегу, и тогда она подплывает. Ну, это на тот случай, если вы не сможете ее словить. И еще момент. Не каждый раз черепахи подплывают так близко. Был один день, когда я тоже приехала покормить черепах, но мы приехали где-то к десяти. Было немножко жарковато, жарковато для них в том числе, и их уже не было, поэтому выбирайте немножко раннее время, и чтобы не очень часто. Блин, ребят, лангитцы такие прикольные, они реально как дети. Вот собралась целая семья, там, семь человек, и они вместе опустили руки в воду, и ловят рыбок, вот всей семьей. И это так интересно, блин, ну это прям выщикает. И какие волны. И Кадува. Здесь хорошие волны, и казалось, что можно заниматься серфингом, но здесь большие рифы, здесь серфинг опасный. Поэтому Кадува это только для черепах. Ребята, я бы здесь стояла и стояла. Так можно чилить бесконечно. Вот клянусь, я к воде уже привыкла. Вода такая теплая, эти волны завораживают абсолютно. Посмотрите, какая чистая вода. Ну просто, ну кайф, ну как не любить этот Индийский океан? Как не любить эту райскую Шри-Ланку? Ну вот как? Как? Так люблю, что аж не могу. А вот и подплыла. Большая черепаха. Вернулись домой. Покажу сейчас. Убежище. Это летняя кухня. Мам тут готовит. Она готовит и внутри. Просто вот так камешки на дрова ставит. Вернее, ставит камешки. И подкладывает дрова. И готовит на улице. Точно так же думаю, что он все время сюда бегает? Она здесь готовит. Вот это дом, вот это пристройка, туалет, душевая, умывальник. Я так поняла, что для гостей, потому что меня туда, куда ходят местные, вообще не приглашали. А местные ходят вот сюда. Я вам сейчас покажу. Видите? Это просто тот же самый душевая, только открытая. А туалет выглядит вот так вот. Ну то есть там, где нужно стоять. Ну все очень чисто, очень прибрано, очень культурно, очень комфортно. Вот. И мне очень нравится сад, потому что в саду здесь есть и кокосы, и бананы. И вообще очень много живностей разной. Райс. Тушеная капуста с карри. Туна. Рыба-тунец. И забыла, как это называется, типа фасоли, чечевица с кокосовым молоком. И спрячок для меня. Вот это я особенно буду есть. Пришли в специальное место покупать курицу. Сказала, что в магазине не то. Здесь нужно покупать. Ага. То есть здесь курятник. Здесь их сразу, наверное, убивают. Очищают и продают. Покажу вам немножко двор. Мы лишь шли вглубь острова от океана. И вот такой вот дом. И вокруг дома немножко повыше там идет как бы гора. И везде-везде там стоят курятнички такие. И куры реально там, мне кажется, они не пасутся. Они просто там выращиваются на каком-то корме и все. И режутся. Собралась на вечеринку. Но мне кажется, что эта губная помада не подходит под этот лук. Тут вообще много чего не подходит, если уж на то пошло. Но на дискотеку надо ехать. Ребята, все-таки это красиво. Но это реально красиво. Я не могу насмотреться. Глаза не открываются, потому что очень яркое солнце. Вот прям очень яркое. А я очки. Я куда-то положила очки, и я их еще ни разу не одевала. Два дня тусили. Потому что девочка, у которой я остановилась, она была выходная. И в общем, она... Ну, это невозможно было работать, потому что... Свет, посмотри сюда, ответь на этот вопрос. Пойдем туда, сходим, пойдем сюда. Я как бы могла отказаться, но это даже и не в моих интересах. Потому что мы действительно хотели какие-то интересные новые места. Мне подарили новое платьичко. Очень простое, пошито некачественно, но материал качественный, легенький. Поэтому комфортно. Планы на сегодня я буду работать. Буду снимать обзорчики продуктов, которые я с собой взяла. Продуктов Аберлик. Вот. И вечером я готовлю пиццу. У них нет духовки, и я ни разу не увидела у них сковородку с крышкой. То есть мне, чтобы приготовить пиццу, нужно что-то какое-то... Блюдо закрывающееся, чтобы тесто могло пропечься и сыр расплавится. Ну, я чуть придумаю. Океан просто best of the best. Ребята, я не могу насмотреться. Я готова чилить здесь. Я заметила за собой, что я вот пришла, села, и я просто ушла вообще. Я просто зависла. Время остановилось. Насколько... Насколько сильно мне дает энергию океан. Я даже замечала, вот в прошлый раз, когда приезжала на Шри-Ланку, я ездила в центр острова. Тоже там разные экскурсии, много нового смотрела. Глаз в центр острова примерно 5 дней. Но вот эти 5 дней меня не насыщали так, как когда я приехала к океану и просто села вот возле берега и смотрела вот на вот это чудо природы. И я прям когда увидела океан, и мне так... Прям вот всё. Всё, больше ничего не надо. Но купаться здесь очень опасно. При том, что это не сильные волны. Вот, ну, посмотрите, это не сильные. Есть опасные подводные течения. Я не смогу о них сейчас качественно рассказать, но обязательно найдите в интернете. На Ютубе есть хорошие качественные видео о подводных течениях в океанах. Это прям сильно-сильно небезопасно. Ну, особенно вот на таких открытых площадках. Если какой-то, типа, пляж, прикрытый рифом или, ну, там, как-то вот огорожен, ещё плюс-минус, вот на таких площадках купаться очень опасно. На кухне, как всегда, жарко. У нас осталось только две с половиной пиццы, потому что одна пицца просто упала, она улетела с горячего блюда. И четыре пиццы уже съели, потому что приходили гости, и пока я готовила, они всё ели и ели. Ну, я не против. Вроде бы всё получилось. И мы ещё ждём сегодня гостей, поэтому я сейчас быстренько в душ и буду заканчивать. А пиццы замешивала на два раза даже, потому что первый раз замесила и реально просто улетела, вот с рук всё съели. Я такая думаю, блин, как бы к нам ещё вечером гости должны влететь. Вот, в итоге пришла замешивать два раза, и уже последней пиццы просто не хватило начинки. Мы сделали просто как чабати, пожарили на кокосовом масле. И им очень понравился мой домашний майонез. Я сделала, ну, домашний майонез, как мы делаем. И они такие, о, что это за крем? Это такой вкусный крем, вау! Каждое утро я хожу вдоль океана, просто чтобы делать свои 10 тысяч шагов. И тут, и вот почти везде вдоль океана, вот такие красоты, вот такие вот. Блин, печально, и ничего с этим не сделаешь. А я цветочек нашла. Смотрите, какой красивый. Смотрите, какой красивый. Я предполагаю, что это варан плавает, но не крокодил. Видно, да? Да, это варан. Вот так продают булочки на Шри-Ланке. Хорошие пирожки. А есть здесь чапати? Роти, роти. Роти, да. Роти и вот здесь, да? А вот эти пирожки у них едут с мутам. Это омлет банд. О, нет, да? Омлет, омлет банд. О, омлет. Омлет? Да. Стринь-хоппер. Дан, воде. Честно, пробовать ничего не хочу, но хочу вам показать. And this pancake with... Pancake, pancake, yeah. What is pancake with what? In the sweet, sweet. Coconut? Yeah, coconut. Coconut? Yeah. Расширяю границы и каждый день исследую новые места. Вот сегодня я дошла уже в новое место от моего дома, где я сейчас живу. И здесь немножко по-другому. Отель Амари. Жарковато на улице и в доме жарковато, но хочу вам показать кое-что из фруктов. Меня вчера за пиццу угостили гранатом, причем это местный гранат, вот такой вот желтый, и такие достаточно светлые семечки, но очень крупные и невероятно сладкие. Прям сладкие-сладкие. Я первый раз ем гранат на Шри-Ланке, я даже удивлена. Но больше всего я люблю бананы. И в тот момент, когда я знаю, что я полечу на Шри-Ланку, я обычно перед поездкой бананы уже никакие нигде не покупаю, потому что знаю, что я их буду есть огромное количество именно на Шри-Ланке. Их очень много разных видов. Бананов, как оказывается, что бананов, так же самое много сортов, как и яблок. И у меня не самый актуальный, но один из, это типа мини-банан, как у нас называется, но здесь он имеет какое-то название. Я не знаю его название, я просто хотела вам показать, какой он, насколько тонкая шкурочка, ребята. И какой у него вкус такой кисло-сладкий, очень сладкий, но и кислинка вот это чувствуется. И сливочный такой, и он такой мягусенький, что его можно вот, прям его можно на что-то намазывать. Ну вот просто, вот просто кайф, а не банан. Реально, это такое удовольствие, особенно если он немножечко холодненький. Он просто тает во рту, вы его можете раздавливать языком, и это просто, это такое блаженство, я вам передать не могу. Очень рекомендую, но я думаю, что здесь ланкицы такого не делают, но я так делаю в Украине. Я просто замораживаю бананы, и в летний период кушаю вместо мороженого. Очень вкусно и не так калорийно, как если бы мы кушали просто сливочное мороженое. Перебираем мой чемодан сейчас, и я решила вам рассказать, что же нужно вам брать в поездку на Шри-Ланку. В принципе, этот список подойдет под любую теплую страну, потому что в прошлом году, когда я ездила в Танзанию, я на него же ориентировалась. А составила я этот список два года назад, когда я была на зимовке на Шри-Ланке два месяца, и я вернулась домой эвакуационным рейсом тогда. И по прилету я знала, что я точно еще поеду на Шри-Ланку, потому что, по моим ощущениям, это вот прям райский остров. Вот, и поэтому я составила еще два года назад список, что мне нужно будет на Шри-Ланке. Поэтому что-то можете вычеркивать, что-то, может быть, свое допишите. У меня спрашивали еще, сколько нужно с собой брать денег, зависит от того, на какой срок вы едете, и что вы с собой везете. Потому что есть, например, некоторые вещи, которые я записала осознанно, чтобы не покупать здесь, ну, тем самым на чем-то сэкономить. То, что я могу дома купить или намного дешевле, или мне качество вот прям сильно подходит, и что я не хочу менять это на какой-то другой продув. Итак, что нужно брать на Шри-Ланку? Таблетки, средства от комаров. По поводу комаров. Комары здесь есть, особенно во время дождей, но они не агрессивные, вот даже летают. Они не агрессивные, если вас покусали комары, главное не чешите. Вот не чешите первые, там, я не знаю, 15 минут, и потом укусы не чешутся. То есть они вот, они даже не опухают, и они просто очень-очень быстро проходят. Я говорю сейчас о простых комарах на Шри-Ланке. Средства для загара, от загара, во время загара, крем от ожогов, крем от царапин. На тот случай у меня был случай в прошлый раз, я где-то я зацепила ноготь, и очень неудачно, и в принципе, если бы я была в Украине, я бы вообще об этом даже не думала. Но на Шри-Ланке большая влажность, у меня пошло загноение, и по-хорошему нужен был какой-то сильный антисептик. Я спаслась здесь алоэ вера, именно алоэ у меня вытянуло всю гниль и гной, и так далее, но ноготь зажил уже в Украине, то есть спустя почти там 2 месяца. Ножницы для ногтей, маникюрные ножницы, пинцет для бровей, бальзам для губ, ушные палочки, ватные диски, все, абсолютно все можно купить здесь на Шри-Ланке, но просто из тех соображений, сколько мне нужно будет этих ушных палочек, например, если бы вы ехали там на 2 недели, сколько, ну 5-10 штук, да, ну смысл покупать целую пачку. То есть вы просто берете там самое необходимое, ну, как бы собиралась я. Тампоны, прокладки, ежедневные и не ежедневные, резинки для волос, шпильки, зубная паста, щетка, мыло жидкое для рук. Это уже из тех соображений, если вы едете на длинный срок, так как я же занимаюсь косметикой, поэтому у меня просто дома этого всего добра достаточно, гель для душа и шампуни, и жидкие мыло, мне легче закинуть это с коробки дома, чем здесь искать в магазине. Хотя я же говорю, что здесь не проблема, здесь можно купить абсолютно все. Гель для душа, шампунь, бальзам, стиральный порошок, вот тоже стиральный порошок, такой момент, я в прошлый раз не брала свой стиральный порошок, я покупала здесь, покупала, ну, в самой маленькой упаковке, потому что много его не нужно, и вроде бы он стирает, но я не могу сказать, что белье было такое белое, поэтому, ну, если я хочу сохранить тот вид моего белья, который у меня есть, ну, я беру как бы свой, а вы, смотрите, на самом деле стиральных порошков здесь тоже достаточно, краска для бровей, если надолго едете, потому что я, например, подкрашиваю брови, гель для умывания, для снятия макияжа, скраб для лица, дезодорант, два штуки. Я, что в прошлый раз, когда ехала на два месяца, я брала два дезодоранта, и один я покупала сухой, стики Рексона, и один я брала Фаберлик, шариковый, сейчас я покажу даже какой, не, не покажу, он где-то у меня в другой сумочке лежит. Так вот, я просто хочу сказать пару слов про дезодоранты, шариковый, стики Рексона сухую не берите ни в коем случае, вот просто, ну вот вообще не берите. Я насмотрелась тоже рекламу по телевизору, и пользовалась первую неделю, в прошлый раз, когда приезжала, этим сухим стиком, и вроде бы, вроде бы типа сухо, ничего, оно не сухо, во-первых. Во-вторых, дикий запах, вот дикий запах самого дезодоранта, он настолько яркий, что в какую бы, где бы я ни зашла, от меня, я сама чувствую, как от меня пахнет этим дезодорантом. И, в-третьих, он никак не убирает запах пота, какой, и мне казалось, что я такая вонючая, мне было, мне было самой перед собой неудобно, что я такая вонючая. Вот, и в прошлый же раз я брала фабриликовские дезодоранты, самый обычный, шариковый, самый дешевый. Вот сейчас у нас обновились упаковки, в прошлый раз это была немножко другая упаковка, 48 часов защиты. И это реально 48 часов защиты, тут прям не к чему придраться. Мало того, вот здесь на Шри-Ланке, я сейчас на юге, и здесь жарко. И утром, например, я одеваю свежую одежду, свежее нижнее белье, свежую одежду сверху. В течение дня я нахожусь в этой одежде, в момент, когда я снимаю эту одежду, второй раз одевать я ее уже никак не хочу. Это не важно, чем я занималась. Я ходила, я сидела, лежала, стояла, что-то делала. Даже если я не потела, второй раз одевать эту одежду уже не хочется, потому что реально жарко, и ты потеешь. Так вот, например, после фабриликовского шарикового дезодоранта, я его уже два дня как пользуюсь, я прям удивилась, что я снимаю одежду, ложу ее, потом я, ну, например, на следующий день или чуть-чуть позже я ее беру в руки, нюхаю, и она вообще никак не пахнет. Для меня было открытие, поэтому, ребята, ну, не обессудьте, 45 гривен в каталоге стоит, я очень рекомендую, вот прям действительно очень рекомендую. Шри-Ланка это то место, где можно проверить качество дезодорантов. Станок для бритья, эпилятор, опять-таки, если вы едете надолго, если вы пользуетесь, гель для умывания, говорила, лак для волос, это на случай, если девушки хотят делать прически, гель для интимной гигиены, блестки для тела, это я написала по поводу того, что, потому что в прошлый раз я останавливалась в туристической зоне, и там чуть ли не каждый день какие-то клубы, дискотеки, и мы реально, и у меня там была компания такая, мы каждый вечер ходили на дискотеки, и вот этот суперстар, который вот прям вообще все должно блестеть, он меня не покидал, поэтому я себе прям записала, надо блестки-блестки с собой взять, тем более, какой бы макияж вы ни сделали, все равно даже ночью все течет, а блестки их видно сдалека, поэтому вы точно будете блестеть и будете красивые. Ювелирные украшения я написала, потому что по сравнению с девушками, например, на Шри-Ланке, девушки очень любят, вообще ланкийцы любят все блестяще, и они используют ювелирные украшения вот прям в большом количестве, и если вы прям пришли прям совсем без ничего, ну, вас не будет заметно, но опять-таки, это все от внутреннего состояния. И следующая категория, это документы, паспорт, деньги, сим-карта, если у вас уже куплена, у меня просто была куплена сим-карта на Шри-Ланке, потом я записала себе, чтобы я ее не забыла, фото для визы, для того, чтобы продлевать здесь на Шри-Ланке визу, нужно будет фотографию маленькую, 3х4, насколько я помню, в принципе, виза в центре фотографируют, но у меня просто, опять-таки, у меня остались фотографии с прошлого раза, и я их, ну, мне смысла нет фотографироваться заново, я просто взяла эти же фотографии, которые были, полотенце, легкий халат, юбки 3 штуки, футболки 7 штук, платье 4 штуки, замочек с ключом, здесь имеется в виду такой навесной замочек, который вы так защелкиваете, почему, потому что, например, я останавливалась в хостелах, много мест, где есть шкафчики для хранения, вы можете оставить что угодно и закрыть своим замочком, и потом вы можете гулять по городу, вернуться, опять открыть свой шкафчик, и там будет все в безопасности, колонка с зарядным устройством, это на тот случай, если бы вы хотели, ну, тусите со своей музыкой, еда, что можно брать в подарок или как угощение для ланкийцев, чего здесь, может быть, даже и есть, ну, может, не такого качества или не хватает, сгущенка, у них продается сгущенка, естественно, привозная, у них не делается сгущенка, она, во-первых, дорогая, во-вторых, невкусная, мед, я написала мед, но думаю, что я, вот сейчас я поняла, что я ошибаюсь, потому что у них достаточно меда своего натурального, просто он очень отличается от нашего, видать, ну, я просто пробовала здесь уже натуральный мед, и я понимаю, что они просто разные, хотя мед есть, шоколад, все до последнего ланкийцы просят, когда я ехала сюда, пожалуйста, привези шоколад, привези шоколад, Поэтому я привезла пачку шоколада, и через пару недель приезжает мой друг Валик, и он привозит там целый пакет шоколада, шоколадок 30, потому что очень многие просят шоколад, шоколад, и в общем у них продается шоколад, но он вообще не такого качества, какой-то резиновый, а тот, что немножко подороже, реально в 10 раз дороже, чем у нас, то есть прайс такой, x10, и поэтому я привезла с собой нашу овсянку, потому что все-таки иногда делаю завтраки свои, это первый момент. Второй момент, у них сложно, у них продается овсянка привозная, но ее сложно найти, она очень дорого стоит. Дальше, они не кушают колбас, у них нету даже такого типа колбасы, там можно привезти в подарок, вопрос будут ли есть, не знаю, потому что для них это такой даже не деликатес, а что-то, что-то инородное, вот любая, любая наша колбаса, у них нету такого, у них продается сосисочки, как они говорят, такие маленькие сосисочки, и типа они куриные или индюшины, но там мяса нет, я вчера их пробовала, там мяса нет, там только перец, какая-то бумага, вот, можно в подарок привезти сало, это не мусульманская страна, вам ничего слова не скажут, просто сало в вакуумной упаковке. Вопрос сигарет, сигареты можно привезти на подарок, можно привезти, просто перепродать, потому что здесь сигареты дорогие, наверное, 5-6 долларов упаковка, ну, смотрите, сколько у нас их стоит. Конечно, любят нашу водку, если захотите, грецкие орехи тоже здесь актуально, потому что у них не растут грецкие орехи, наши яблоки, я привезла наши яблоки в этот раз, немного там в пакете 3, о, не 3, там 5-7 яблок, но не могу сказать, что это супер актуально для них, то есть у них действительно яблоки не растут, но у них, во-первых, очень много всего своего, ну, то, что растет, а во-вторых, ланкийцы сами по себе не очень-то кушают свежую еду, они больше вот рис, карри и уже что-то готовое, жареное, ну, пареное вообще у них такого нет, пареное, печеное, это не про них, у них все должно быть жареное, острое, с перцем, соленое, вот, из этой серии, поэтому, типа, свежих яблок для них, ну, такое, посмотрят, но там, чтобы восхищаться, вряд ли будут восхищаться. Подсолнечное масло, это вот прям супер актуально, у них не растут подсолнухи, поэтому все, что связано с подсолнухами, это семечки, халва, казинаки, подсолнечное масло, это можно все вести в большом количестве, потому что им всем это все нравится, это вкусно, у нас это недорого, а у них этого вообще нет, им это действительно нравится. Казинаки, семечки сказала. Дальше, все, дальше мой список закончился, ребят, если у вас есть какие-то дополнения, можете дополнить в комментариях, мало ли, будет кому-то полезно. Еще к списку нужно добавить зарядное устройство. Первое, зарядное устройство к вашему гаджету, а второе, вот такие вилки здесь на Шри-Ланке, есть вот такие три квадратненьких, и есть, когда две квадратных, все круглые, но вот эти маленькие круглые для нашей обычной вилки, вот для такой вот, вмещаются, а вот здесь большая круглая. И для удобства, лично я для себя купила вот такой переходник, он и в Танзании мне был актуален, и здесь, а есть вот такая вилка, как они пользуются, или специальный переходник с тремя вот такими штучками, или они засовывают сначала вот так вот, чтобы вот здесь клапан сработал, потом как-то они вот так вот вытягивают, и засовывают уже до конца. Вот так это работает, но надо потренироваться. Короче, к нам пришли гости, и они уже со мной столько селфи сделали, что я столько видео не делала с ними, сама, как они со мной. Солфи? Can I speak with you? What is your name? Hironi. Hironi? Hironi. Hironi. Me too. Hironi? Hironi. Me too. Ah, Me too. Chama. Chama. Ah, Dylan. Chama. 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 Me too. Me too. In English, me too. You are so beautiful girl, and guy too. Chama. Chama. Папа, мама пришли к нам в гости. Короче, второй этаж еще не доделан, но первый этаж просто бомба. Такой холл классный. Холл классный. Люди делаются своими руками. Hello. Hello. Wait, wait. And this you? Hand? Yes, yes. Wow. No machine, and hand. Only hand? Yes, only hand. Hey. Субтитры сделал DimaTorzok